24 часа 7 дней в неделю перекапываю весь интернет чтобы вечером у вас было что обсудить это подсмотрено в сети меня зовут геннадий гордеев и впереди у нас минуты ностальгии самый милый менеджер и дикий кабан добро пожаловать казалось бы всего 35 лет назад а так все было иначе и вообще кажется что это все было сном буденовский такой аккуратный без рекламы 1985 год и я кстати не один умиляюсь и ностальгируют александр обратил внимание на экологическую составляющую деревьев много и мало машин написал он мустафа вышел с конкретным предложением я считаю надо запретить рекламу а вывески строго по четким критериям в центре города например в квадрате братский текучева театральной набережная вот была бы красота а святослав вот тот вообще загрустил и трамвай ходит в сторону текучева и в новое поселение а сейчас его нет и от этого в городе стало хуже да да кстати да по буденовскому и выше горького трамваи ходили это вы все верно заметили ирочка позови менеджера да у нас тут мышь в одном из гипермаркетов ростова замечен главный менеджер правда для некоторых он мышин джер татьяна следит за менеджером этим уже давно кстати пишет она видела ее там еще в прошлом году с тех пор каждый раз ее ищу глазами в последний поход она отдел сад инспектировала побольше бы таких пушистых работников в каждый магазин и офис елизавета предположила что это все же тестер подушек а елена пошла дальше это директор а что это неплохая идея есть же люди которые даже работают лучше животных некоторых ну возможно и есть животные которые лучше людей ну мышей точно ловить так не каждый смог бы я конечно не специалист но не опасно ли подходить так близко к стаду диких кабанов оператор ты вообще кто ты бессмертный что ли ну больше нежности и радости они такие милые так и хочется обнять поплыла александра лена задумалась не поняла кто там так колоритно похрюкивал не витек точно ради всего не трогайте диких зверей а вот павел скептически заметил если бы это были дикие кабаны автор не успел бы телефон достать во время бега добавить нечего разве что адрес это азовский район больше информации не обладаем ну на этом все расстаюсь с вами но ненадолго завтра вернемся и покажем что было подсмотрено в сети а